Всем привет! Меня зовут Вероника. Сегодня видео будет немножко необычное. Сегодня я буду пробовать канадскую еду, канадские запуски, то, что здесь школьники любят и обожают. И я приглашаю вас посмотреть, насколько оно вкусное или невкусное. Я приготовила стакан воды на всякий случай, так что я накупила кучу всего-всего в магазине London Drugs. И давайте начнем. Итак, первое, с чего давайте начнем, это вот такие вот какие-то конфеты жевательные. Честно говоря, меня очень смущает, почему они гребанного черного цвета. И сразу начинаю думать, какие же туда красители добавили. Но я уже купила, и давайте попробуем, что же это за хрень такая. Так, тут написано по линии, которую нужно рвать. Очень легко. Пахнет какими-то лекарствами. Ой, мамочки. Вот. Знаете, какую-то... А, это я два взяла, нет, два мне не надо. Оно немного липкое. О, я думала, оно будет расслаиваться. Я думала, как весело. А, да, оно расслаивается, смотрите. О, вот такая вот хрень непонятная. Ой, пахнет. Немного чернослив, кстати, напоминает. Ну, пробуем. Мне кажется, язык после вот такого будет черный. Оно вообще не сладкое. На вкус, как, знаете, какая-то трава... Ой, непонятно. Фу. Ребята, не покупайте, это полная дрянь. Вообще, оно какое-то не сладкое, но и не кислое. То есть, на вкус, как какая-то трава, смешанная с черносливом. И мне, я вот не знаю, язык у меня черный? Нет, ничего. Следующее, что мы сейчас с вами попробуем, это... Читос с халапинос. Халапинос это такой перец. Честно говоря, я обожаю острые. И я очень надеюсь, что это будет острая штука. Давайте попробуем. Ну, пахнет как читос. Да, слушайте, мне это нравится. Они остренькие, реально. Ну, не сильно, но как бы... Вот сколько чипсов могут быть острые. Супер, если вы любите острое, покупайте. Это действительно вкусно. Следующий продукт, который мы с вами попробуем, это вот такие вот кислые палочки. Здешние школьники их любят. Честно говоря, я не люблю кислую еду. Я не знаю, кто вообще это может любить. Хотя, знаете, я помню, когда я училась в школе, у меня у нас были конфетки такие продавались. Назывались 5 с плюсом. Вот в таких вот упаковочках. Если у вас были такие конфеты, если вообще вы знаете, что это, то, пожалуйста, поставьте лайк. Но давайте пробовать эту... Это... Я не знаю, как это назвать. Вот у меня сейчас бывает проблема с открыванием упаковок. А, о! Пахнет вкусно, как зяготки. Такие палочки. Они у нас плохо жриются. Но они вообще не кислые. Ну, я просто не люблю всякие такие конфеты, но оно ни капли не кислое. Фу, оно все к зубам прилипло. Ааа! Блин, у меня весь рот в этой конфете сейчас. Но я не буду улыбаться. Следующее, что мы с вами попробуем, это тоже очень популярный напиток, кстати, из издержанных школьников. Называется Рудбир. Это безалкогольный. Почему здесь есть слово пиво, я не знаю. Но здешние ребятки его очень-очень любят. Поэтому давайте попробуем, что же это такое. Я не знаю, продается ли это в России. Если да, то напишите, пожалуйста. Так, я надеюсь, оно сейчас не верится на меня. Нет, чувак, ты не хочешь. Нет. Мы подождем. Вуаля! Оно пахнет, знаете, как сироп от кашля. Фу! Ой, ёй, ёй, ёй. Это, короче, на вкус как... Я даже не хочу это больше пробовать. Оно очень как сладкий сироп от кашля. Я, честно говоря, думала, что, может быть, это будет немного напоминать квас, потому что здесь есть слово пиво, и как бы квас тоже мне в детстве, по крайней мере, напоминал пиво. И я вообще думала, что меня родители дают что-то алкогольное, когда мне давали квас. Я думаю, блин, вообще, что за дела? А потом я узнала, что там нет алкоголя, это не пиво. В общем, это никак не напоминает квас, хотя цвет даже мне оказался похожий. Ну, в общем, это... Фу. Водняет? Ой, господи. Не. Ну, я не знаю, мне не нравится, но я знаю, что здесь школьники обожают этот напиток. В общем, это как сладкое, знаете, вот это вот лекарство от кашля. Это вот... Это оно. Лекарство от кашля. Как это можно делать? Следующее, что мы с вами попробуем, это чипсы с уксусом и солью. Вообще, в Канаде, в Америке очень популярна картошка фри. Но я не это хотела сказать, вы знаете об этом. И когда заказывают картошку фри, очень часто просят уксус. И сначала, когда я первый раз попробовала, я подумала, что за дрянь картошка с уксусом. Второй раз я подумала, ну... Ну, а сейчас я сама иногда люблю есть, эту картошку поливать вот этим вот уксусом. Это очень странно. Я не знаю, если вы такое тоже когда-нибудь делали или пробовали, напишите мне, пожалуйста, об этом. Если вы хотите такое попробовать, я думаю, легко где угодно это сделать. Берете уксус белый. Ну, я думаю, кстати, уксус, наверное, разбавлен. То есть, есть же разный процент, а может и нет, я не знаю. В общем, чуть поливаете картошку, и вот вам картошка с уксусом. И, конечно, здесь есть чипсы, что тоже достаточно популярный. Очень многие канадцы едят эти, и обожают эти чипсы с солью и уксусом. Но, честно говоря, чипсы я не пробовала. Поэтому давайте попробуем. Ой, они очень кислые. Ой, фум. Но, честно говоря, тут как бы я просто не так много этого уксуса солью. Может, я, конечно, погорячилась. Я почему-то думала, что мне это понравится. Но эти как-то, они очень такие какие-то кисловатые и соленые очень, естественно. Здесь написано соль. Не. Ой. Особенно, надо знать сначала, у меня еще наше есть кажется, ну, нормальным, а потом вот этот вот кислый вкус уксуса приходит. Не, не по мне. Фу. Ой, все-таки пахнет оно не очень приятно. Да, но вы такое можете сами попробовать. Покупайте чипсы с солью, чуть ли эти уксусы, и вот вам какие же чипсы будут. Я не знаю. Мне сказали, кстати, что такие в России тоже продаются, но я в жизни не видела, поэтому если продаются, то тоже напишите мне об этом. И последнее, что мы с вами сегодня попробуем, это, в общем, это вот такие вот сушеные горошинки с васаби и соусом ранч. Не знаю, никогда не пробовала сушеный горох вообще, поэтому, ну, пахнет как васаби. Ну, я говорю, я люблю острое, поэтому если оно будет острое, то меня это не пугает, конечно. Но сушеный горох меня немного пугает. Как-то вот так вот. Это так странно выглядит. Ладно. Я как будто ем васаби с хлебом, ощущение. Точнее, васаби с сухариком. Не знаю, как-то я не запонотела вот это. Вот такое вот немножко необычное видео сегодня получилось. И если вам это интересно, то, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал. И скажите, если вам вообще интересно такой формат видео, потому что есть еще очень много разных продуктов, и странных, и интересных, которые я помогла вам тоже показать. Сделать такую рубрику. Пробуем с Вероникой всякую херню. Ой. Всякую фигню или что-то такое. Поэтому, пожалуйста, напишите ваше мнение, интересно вам или неинтересно такой формат. И я думаю, на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. С вами была Вероника. Увидимся с вами уже очень скоро. Всем пока. Фу, ребята, это такая дрянь редкостная. Я бы, конечно, еще сказала, с чем ассоциация, но не хочу говорить. Логично. Ладно. Напоминает егермейстер, если вы знаете такой из напиток. В общем, да, безалкогольный егермейстер. Вот. Вот это прямо все стопроцентно. Все. Теперь точно всем пока. Пока.